Атава Ихсан представляет Совершенствоваться, человеку необходимо прилагать определенные усилия, старания, избавиться от плохих качеств. Потому жизнь верующего человека практически строится на основе этих стараний, стимулом которых является богобоязненность. Но почему не существует безгрешных людей? В Коране Всевышний повествует о том, что в склонности его рабов к греху есть мудрость, о которой неизвестно ангелам, но ведомо ему. «Вот твой Господь сказал ангелам, я устрою на земле наместника». Они спросили, «Неужели ты поселишь там того, кто будет распространять нечестие и проливать кровь, тогда как мы прославляем тебя хвалой и освящаем тебя?» Он ответил, «Воистину я знаю то, чего вы не знаете». Сура Ба'ара, аят 30. Аллах пожелал создать творение, которое будет осознанно вести борьбу со своими страстями ради достижения его удовольства, самостоятельно стремиться к благому, ища поддержки Создателя. То есть для борьбы необходимо препятствия, страсти, и они заведомо вложены в человека. Ангелы же не имеют такого выбора. Их природа заключается в исключительном повиновении, что несомненно проще. Ножа человека очень тяжела, поэтому и награда за нее самая высокая – лик Аллаха и вечная безмятежная жизнь в райских садах. Всевышний оказал людям поддержку, послав руководство о том, чему и как им следует стремиться для достижения цели. Из его текстов ясно, что Господь не ждет от своих рабов ангельской безупречности. Наоборот, человек будет ошибаться, грешить, забывать что-то, но главное – он не должен оставлять борьбу, отдаваясь грехам. Его совесть должна быть живой, а сердце жаждет идти вперед к цели. Об этом говорит ему его Создатель. «Скажи моим рабам, которые излишествовали во вред самим себе, не отчаивайтесь в милости Аллаха. Воистину, Аллах прощает грехи полностью, ибо Он – прощающий, милосердный». Сура Аз-Зумар, аят 53 Почему важно скрывать свои грехи? Этот хадис внушает верующим великую надежду быть прощенным Всевышним. Человек создан слабым, изменчивым и ошибающимся, поэтому он всегда нуждается в нисхождении. Однако условием для его получения является осознание этой нужды самим рабом. Отчаяние – тоже грех, не подобающий верующему, ибо означает утрату веры, надежды на милость милостливого. И Всевышний противопоставляет ему покаяние. «Покаившийся в грехе и отказавшийся от его совершения, подобен тому, кто вовсе не совершал этого греха» Ибн Маджа, 4250 То есть искреннее стремление раба к прощению Аллаха, к его благосклонности, наилучшим образом проявляется в акте покаяния. Это очень дорого перед Всевышним, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, однажды сказал «Если бы вы не грешили, то Аллах обязательно сотворил бы творения, которые стали бы совершать грехи, а затем просили бы прощения, каялись, и он прощал бы их» Ахмад Муслим Термезим Также он, да благословит его Аллах и приветствует, сказал «Все сыны Адама ошибаются, а лучшими из ошибающихся являются кающиеся» Термезим, хадис 2499 Ибн Маджа, хадис 4251 Человеку велено держаться границ дозволенного, но как бы он ни старался, ошибок не избежать. Будут грехи, совершенные случайно, по неведению, он может задеть чьи-либо права, даже права муравья, случайно придавленного ногой, и прочее. И уж возможно ли достичь такого поклонения, который будет абсолютно достойным великого Аллаха? Посему грех и покаяние есть путь борьбы человека. Это творцом заложенный в него смысл. Не безгрешность является целью раба, а осознание своей немощности, проявляющейся в искреннем покаянии. Идя к Создателю с полным любви и верой сердцем, человек, вставая после каждого падения, доказывает ему серьезность, чистоту своего намерения и чувств. Проявляет свою истинную сущность, и ведь именно этого желает Господь. Мы воистину будем испытывать вас, пока не станут известны, проявив в делах свои суть и устремления, усидчивые, покорные, небунтующие и терпеливые. Не забудьте подписаться на канал. А также, чтобы быть в курсе новых публикаций, нажмите на колокольчик. Мир, милость и благословение Аллаха всем нам! Субтитры создавал DimaTorzok